Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацимаэр. Тема гендерных отношений, тема отношений мужчины и женщины была актуальна везде и всегда, а также интересна всем. От чего и от кого в первую очередь зависит прочность этих отношений? Способны ли мужчины понять женщин и наоборот? Как сохранить любовь и семью? И как избежать конфликтов? Сегодня наши гости попытаются ответить на все эти жизненно важные вопросы. И я хочу представить наших гостей. У нас в гостях лайф-коуч, организатор и ведущая тренингов для женщин Лилия Фомичева. Здравствуйте! Здравствуйте! И психолог, коуч, хозяйка женского клуба «Мир женщины» Анна Аверьянова. Здравствуйте! Здравствуйте! И, наверное, вопрос к вам обеим. Скажите, каждая женщина через это проходила, но каждая девушка интересуется этим вопросом, как найти свою половинку, как найти своего единственного неповторимого, надо ли его искать? Да, но постановка вопроса вообще сама, да, звучит уже, как найти? Вот, в принципе, наверное, да, понимаем, что вот как найти, это значит, мы женщине даем вот этот импуль, что она должна пойти и искать. А чья это функция? Вот, ну, я просто так считаю все-таки, что это... Мужчина все-таки должен пойти и найти. А что делать женщине? Вот вопрос другой. И, наверное, кучу порталов женских, там, форум, где обсуждают, где лучше искать какого мужчину. Если ты хочешь, там, я не знаю, со спортивными интересами, пойди там на стадион, да? Ну, вот вроде бы верная мысль. верно но все-таки первоначально как мне кажется стоит задуматься какой я должна быть чтобы быть готовы встретить именно того своего мужчину вот это мне кажется более важный вопрос но в таком случае встает вопрос о счастье а гармоничности самой женщине как личности женщина современная женщина если мы возьмем женщину это мама любимая женщина муза жена работник прекрасно . хозяйка да подруга при этом она должна отлично разбираться во всех новостях и так далее радость прекрасного еще прекрасно выглядеть быть в форме как это все вы держите специально реализованы для кого-то очень важно да 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 вот современный мир ставит такие глобальные требования для каждой женщины скажите вот что делать как как это все в себе совместить действительно вопросы баланса до жизненных приоритетов они очень важны и встают не только у женщин и мужчин вот если мы говорим о женщинах то вот как раз таки вот этот вот вот объем информации который я сейчас современном мире что женщина должна это 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 и это действительно реально совместить да то есть современная женщина мне кажется она теряется и ей важно понять а что мне близко вот я на самом деле я сама хоть что мне цена может быть ей цене быть просто домохозяйкой мамой и она в этом реализуется уже ее реализация происходит для кого-то этого мало да и вот здесь действительно важно понять чего хочет сама женщина мы все разные у каждого невозможно взять шаблон успеха или вообще жизни и того же баланса одной женщины который это сделал и повторить шаг за шагом невозможно и скорее всего даже если получится повторить но внутреннюю удовлетворенности вот этого состояния гармонии мы навряд ли достигнем ну вот этот вот вопрос который чего я хочу чего хочет женщина и так далее далеко не каждая женщина отвечает так скажем верно вот скажите как почувствовать себя как понять себя чтобы ответить правильно на этот вопрос самое главное не сидеть у голове своей ослышать свое тело душу сердце и каждый момент времени спрашивать чего я хочу чего я хочу то есть проснулись чего я хочу чего я чувствую и действительно следовать зову своей души не изменять себе то есть не типа каким-то стандартам по каким-то требованиям которых требует как раз таки вот общество ослышать себя чувствовать тело я наверное тоже вот ну прям действительно вот практика показывает да что вот именно вопрос того чего я хочу вообще не только женщин вообще мужчин всех ставят в тупик и вот если нам интересно как это сделать мне вот прям пришла учиться или рассказывала да мне пришла действительно практика вот который можно поделиться да потому что а это очень просто вот выгодить проснуться и почувствовать что я хочу до проснуться постоянно задавать это ведь действительно можно делать и вот ну ты пришел в кафе вот мы каждый день заходим куда-то в магазин общаюсь и именно вот осознанно себе задавать вопрос я сейчас хочу чай или кофе даже с утра встала и вот действительно думаешь и так на простых вещах мы не по инерции идем просто утром традиции пить кофе а мы почувствуем по ощущениям своим идем и делаем то что нам хочется на самом деле и так вот по капельке по капельке наш день он начинает состоять из тех моментов который нам нравится и вот представьте да вот марин как будет ваш день вообще вот какого ваше будет настроение если это действительно будет соткана из тех мелочей на который вас радует вы какая сами будете в тот момент ну тут для многих женщин я просто отвечу позволю себе дал конечно за многих женщин они скажут мало ли чего я хочу вот существует такое слово должен я должна я должна делать то-то 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 и очень многие женщины я знаю и это действительно проблема большинства я думаю женщин особенно женщин семейных у которых я здесь у меня сразу такой вопрос немножечко да вот мысль понятно а кто же вас вот это ну должна основе то эту тему кто вам ее вот вручил это должностную инструкцию должны это это семья общество статус очень интересно а где сама я вы меня вообще начинаете лить без разрешения несколько я не знаю что нет я по моему не на самом деле вот марин да действительно ведь это так и происходит общество традиции все что вы перечислили и мы не задумываемся вот почему сказал лили мы не прислушаемся к себе мы идем за чужими суждениями мнениями так принято и вот теряется наше собственное я в таком случае вопрос приоритетов что для меня важнее то для чего я живу и для кого я живу вот как ответить на этот вопрос женщине чтобы она была счастливой дело счастливыми остальных вокруг себя на первом месте должна быть женщина я сама себя люблю я есть и каждый день вспоминать об этом на втором месте должен быть мужчина и на третьем месте дети тогда вот это правильный распорядок я бы еще добавила да действительно члены но даже есть некая такая знаете вот я мужчина и даже некоторые ученые психологи тоже до принято даже говорит что на третьем месте не только дождите а пространство моего мужчины то есть наше совместное да то есть я и мужчину на жизнь должно быть совместно еще какое-то да то пространство которым мы создаем вот и потом уже дети которые входят в это пространство которым мы создали со своим мужчиной и конечно лучше чтобы это было пространство любви и радости счастья но каждая то есть женщина уже с мужчин сотворяют это они два творца каждый то есть со своим набором и они сотворяют то пространство куда и приглашают в свое пространство детей на заваляя тоже я уверена абсолютно среди моих подруг и знакомых на первом месте пожалуй даже будут деле а вы абсолютно прав от вашей реакции когда лили сказала что я я однажды столкнулась своей практике когда мы делали с девушкой в нашем клубе как раз таки одно из таких упражнений расставить себя ну вот вообще свои ценности приоритеты у нее прям было возмущение да вы что мои дети причем дети там уже им уже по 30 свои семьи а у нее все еще не внуки еще на там реализовывать все свои жизни своих интересов своего понимания то есть и есть вы знаете очень большая проблема хочу своим поделиться тоже вот недавно меня такая мысль озарила что наши российские женщины почему-то это все-таки в россии они свою вот эту вот функцию предназначения реализации да вообще сравняли с обслуживанием то есть я должна приготовить и должна я должна постирать погладить она сама кто-то его вот эти должностные инструкции дал и она получается мы сталкиваемся с тем что она получается домработница обслуживает да она служит почему разрушается потом например семья да потому что во первых она раздражена на она и некогда даже в этой рутине минутки сесть подумать что вообще не так вроде я делал все что в принципе правильно я делаю девушке вопрос чего я хочу конечно не стоит и в этот момент у сенью даже нету минутки об этом подумать что она вообще обслугой занимается и ей кажется что в главе угла именно эти функции очень важны они важны они жизнеобеспечивающие да но это не те функции и не то не те качества на которых как бы вообще вот это вот вспыхнуло до чувства вообще мужчина к ней она же его там не обслуживал в этот момент по сути но бывают случаи уж там исключительные которые там может быть действительно познакомить сфере обслуживания можно притянуть за уши да но я именно говорю о том что ведь мужчина он что-то в ней там красоту увидел до улыбку может быть она вы прекрасно слушала есть что-то за что в нем вот это вот до открыла то что ему захотелось чтобы это стало спутницей его жизни а женщина вот особенно в россии действительно это обслуга обслуга то есть это почему я это говорю потому что у нас женщина приходит они говорят слушать но я люблю свою семью но иногда я готова всех просто по углам всем сидеть и как бы ну а с другой стороны чувство вины да как так мы же там мой любимый мужчина это мои детки ну как а потому что нет вот этой четкой системы что у меня в приоритете что важнее получается мы спустились на уровень именно выживания то есть все быстрее обслужить все организовать и нет времени действительного пространства который создавался вот мужчина и женщина они создали это пространство потом уже дети пути надо выстрелить это пространство понять что в нем для нас главное него для меня и очень многие путают понятия хозяйка как раз таки вот с обърушений хозяйка равно слуга но нет хозяйка это та женщина которая может организовать в это все пространство где будет и чистое дети будут одеты обуты накормлены муж будет тоже счастлив secretly Это не означает, что я сама с утра до вечера. И вы знаете, что действительно, вот я однажды тоже столкнулась с тем, что у большинства женщин именно это понятие вызывает именно обслуживание, да. Но хозяйка, вот я хочу почему-то подчеркнуть, раз уже зашел договор, ой, зашел разговор об этом, да, что хозяйка это та, которая владеет, у которой есть чем-то, то есть имущество, это та действительно, ну, достаточно такая, если она хорошо развила все качества хозяйки, да, не именно готовить уборки и навыки, а именно та, которыми владеет, у нее есть имущество, дома, шубы, я не знаю, бриллианты, муж у нее тоже такой, да, дети всегда прибраны, там все. И при этом она может не обязательно все это делать сама, это обязательно, если она это развивает, вот это материальное, да, то есть она заземлена очень хорошо, то у нее действительно реализуется то, что она просто этим управляет процессом. И вот хочу вспомнить, вот мы, да, очень мне нравятся вот эти вот времена, когда были дворяне, графини, да, ведь они проходили институт благородного, девиц, и что они там делали, они же не только учились в музицированию, там, да, пению, у них был предмет, там, как экономика, управление, то есть они в таких небольших, да, не полностью погрузиться в теорию, там, экономики, а они познавали именно, как управлять хозяйством, у них были управленцы в своей усадьбе, да, у тех были слуги, кем они, но кто все это выстраивал, кто задавал тон всему этому? Хозяйка, женщина. У нее были нянечки все там, да, но кто давал любовь, у нее хватало, потому что все вот эти функции обслуживания выполняют другие люди, и у нее хватало для важнейших задач вот этих, да, давать любовь, воспитывать своих детей, не учить, а именно разговаривать с ними, слышать их, направлять их туда, что им интересно, общаться со своим мужчиной и сохранять вот это вот тепло внутри семьи. Не так, что мы собрались, что мы будем выживать, ты деньги приносишь, а я готовлю тут и стираю, да, и вот мы выживаем, нам вместе легче. Вот почему-то на этом уровне некоторые, ну, до сих пор... Не бизнес, а общество, семья, да. Да, да, то есть такой выживательный формат, да, что вместе выгоднее, вот. А все-таки мы же встречались и влюблялись-то не из-за каких-то там выгод, да, а это очень естественный, очень искренний порыв. И очень важно это сохранить. И так я понимаю, что все-таки от женщины зависит основная... Как бы женщина несет основную роль и основную ответственность за отношения, за то, насколько она полноценно, счастлива, желанна, любима и прекрасна. Это зависит от нее в первую очередь. Только не. Или все-таки мужчина там как-то какую-то роль играет? За счастье женщины мужчина точно не ответственна. Мужчина не отвечает абсолютно за счастье. Вот вы сейчас разрушили миг тысячелетий. Если до кого-то это дошло, это будет прекрасно. Все девочки рисуют себе прекрасных принцев. Который придет. Который придет, не только спасет и накормит. Но и до конца жизни будет отвечать за мое счастье и так далее. Мужчина вообще никак не отвечает за счастье женщины. Когда женщина счастлива, когда она наполнена, мужчина, конечно, может помочь, счастливить ее тоже чуть побольше. Но она сама ответственна. За свое счастье. Ну вот идея, конечно, да, вот почему рушатся браки, да, потому что есть вот это ожидание, что он придет, он меня спасет, с ним мне будет легче жить, или он сделает меня счастливой. Или я полюблю себя благодаря ему. Благодаря, да. То есть я же изначально сказала, что внешние факторы никак не сделают вас счастливой. То есть счастье, оно изнутри. Но если мы говорим, да, то есть об отношениях, об ответственности в отношениях, кто ответственный за то, что они прекрасны, знаете, тут у каждого есть своя зона ответственности. Как и ответственность за свою собственную жизнь и за свое собственное счастье, так и у мужчины есть тоже своя, да, он своя жизнь, свое собственное счастье, свои интересы. И вот они входят в это пространство, они создают совместное, и у каждого есть свое, ну, своя зона ответственности. Но для меня вот, например, в свое время открылось, что очень важно, что вот когда мы входим в отношения до несу зависимость чтобы было а это добровольное так скажем да если говорить какие-то добровольное вхождение в эти отношения и у нас есть действительно добровольное желание что-то сделать личик не так что она говорит так ты мужчина ты должен вот то 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 всегда очень интересный такой знаете вопрос это не интересно вот вот например эти 25 лет 30 20 лет вот 20 лет он жил и вот только встретить когда он тебе успел что задолжать вот когда очень а женщина должен мужчина должен вот сама постановка чем должен и очень многие живут в иллюзии что пока мы встречаемся возможно и даже умалчивает о том что он якобы должен конечно стратегии да вот выдают список вот я выйду замуж и тогда придет все мое счастье замуж они вышли отношения все такие же как и до брака и тут вот начинается вот эта трагедия почему как что а еще есть действительно лили затронул очень такую важную тему женщина до в отношениях да то есть когда они знакомятся когда они только развивают отношения они такие знаете создают некий образ ну к идеальный да то есть они не такие какие я презентовать что происходит она обманывает изначально мужчину а потом предъявляет ему ты чуть какой-то не такой она сама кто начал обманку понимаете кто начал эту игру в обман она привлекла того кто сыграл на этот образ и поэтому здесь очень важно во первых женщине самой разобраться принять себя такой какая она есть то есть о чем мы говорили все таки это наверное будет такая ключевая да у нас такая красная нить сегодняшней встречи потому что если она уже создает какой-то образ значит она себя не принимает она считать что такое какая она есть ее не полюбит а полюбит вот какую-то там стройную или то которыми готовить или то который умеет флиртовать там ну в общем какие такие моменты да то есть уже пошел ну от себя нарушить свою природу она не принимает вот это идет манипуляция да ну что можно хорошего создать на манипуляции на обмане но если мы поговорим о мужчинах да вот все таки я хотела бы мы мы за все это и в итоге все равно мы приходим к тому что за женщина отвечает за все но если мы поговорим о мужчинах да если женщина принимает себя такой какая есть я толстая не самая красивая плюс еще ко всему прочему я не буду себя ради какого-то мужчины его обманывать как вы говорите да я не буду там особо ходить салоны красоты и делать какие-то покупать супернаряды и так далее пусть он принимает меня абсолютно вот стопроцентно честно какая есть но современные мужчины они же настолько избалованы они же видят кругом неземную красоту и если я приду к нему такая честная какая есть абсолютно я вот сейчас вы создаете некую реально убежденность вот если я не создаю вы говорите вот если женщина в это верит она год вот современный мужчина он такой избалованный что уже просто она уже себя такая зомбирует и она говорит но это нереально чтобы меня такую какая я сейчас меня принял опять откат от себя на себя не принимает она не верит в это конечно этого не произойдет не произойдет сила веры невероятно да вот почему есть религия вера она ну ключевая да потому что это сила очень мощная верим его что-то или не верим мы все равно вера присутствует чувствуете мы например я не знаю вот не верим что мужчины вообще там остались такие вот аристократы вот интеллигенты да значит мы верим в то что есть там какие-то я не знаю оболтусы да вера направлена против нас по сути и же я же верю это как раз таки конечно оболтусы она и жить и юрист и она их тоже нет если она поверит вот вы знаете поверь в мечту называется вот когда мы во что-то верим вот я не знаю действительно сказка не сказка но как все вокруг как все двери открывается все происходит все происходит по волшебству я за такой способ я не за манипуляции чтобы просчитать стратегию я должна одеть такое платье в четверг пятницу пойти там куда-то в ресторан или стадион делать такие-то там посмотри в угол сюда ну может они работать слов нет мужчин клются но вопрос на том что вы создаете уже сейчас начните реально жить и вот уже сейчас счастлива и вот эти двери невидимые таки да вот почему рассказывать историю волшебной что-то я шла шла по тропинке что-то меня захотелось почувствовал я хочу свернуть в парк свои желанию почувствовал наконец вернула ух ты какой-то интересный кафе дай зайду то есть она сама идет по своим чувствам интуиция заходят а там он и говорит корзинка это состояние найдет своим чувством ну и мы конечно же уж утрируем это да но если женщина начнет к себе прислушаться она почувствует вот это желание тело что и кушать она почувствовать знали что и семку прической у нее появится этот интерес к жизни к себе и этого приори не будет та женщина которую описали толстая вреза который не верит мне что это но не будет этого у нее интуитивно пойдут процессы в расцветание расцвет произойдет ой сейчас мы обязательно об этом еще поговорим я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям что в эфире программа разговор по чесноку и сегодня мы говорим о счастье конкретно о счастье женском и соответственно о счастье в семье о счастье мужчины и женщины и у нас в гостях куч хозяйка и женского клуба она аверьянова и организатор ведущая тренинга для женщин лилия фомичева и сейчас вот как раз к вопросу дело в том что жизнь женщины это бесконечная борьба и борьба именно с а вот я знаю огромное количество редкая женщина не худеет как принять себя такой как а вот вы сказали то принять и полюбить себя такой какая я есть ну но если вот мне нравится блондинки вот мне очень хотелось бы чтобы и мне хотелось бы и и худеет там на пару килограмм и еще что и повыше желательно на 10 сантиметров и вот еще что вот редкая женщина принимает себя абсолютно стопроцентно вот я эталон печально к сожалению как принять себя такой какая есть что нужно сделать ну во первых я бы заменила слово худеть настроить потому что худой это у нас дря вы худо бедно и я бы посоветовал для начала услышать свое тело как раз таки выйти с ним на контакт почувствовать его возможно поблагодарить его попросить прощения за то что я прости я тебя кормила столько лет такой ужасной пищи фастфудом и питаться здоровой пищи это уже будет первый шаг для того чтобы полюбить себя принять себя редко женщина признает реальную причину того что она себе но не нравится еще говорят ой у меня то 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 да но именно вот это признание и может быть действительно смысл да начать вот говорит мне не нравится вот как вы сказали ну волос там ну я вот не такая там но и потом но что зато у меня еще есть да в любом случае всегда найдутся и потом больше высвечивать вот то что все-таки у меня есть потому что если уж я там среднего роста уж высокая все какой бы я не хотела бы да ну уж я и действительно ведь не смогу быть если блондинка еще перекрашивать да но рост уж ну пару там сантиметров мне еще дадут уж ну там вот реально метр семьдесят я уж точно не буду да вот поэтому здесь конечно искренне честный диалог самим собой и потом уже любые практики любые вот очень важно что сейчас слава богу есть очень много информации семинаров книг видео материалов да тут очень важно же начать что тебе нравится откликается про или просто пробовать вот попробовала а вот это не подходит тоже мы все индивидуально одному подходит одно другому другое если подруга будет тебе рассказывать так не делай вообще 10 человек попробуйте не получится вот ну надо все равно попробовать у тебя должно быть свое мнение и свой опыт чтобы тебя было свое суждение по этому там методу способу тренеру я не знаю информации какой-то вот но самое главное признание что есть проблема я согласна и можно сказать я признаю осознаю что у меня есть лишний пять килограмм я люблю себя да вот и действительно могут когда готовишь да мы же действительно обсуждали что если женщина пытается и это кстати большинство же они ходят ходят спортзал ходят ходят а вес стоит например как удивительная вроде все и питание а вес например стоит и я знаю таких женщин потому что у них есть иллюзия что я когда стану вот такой стройный вот тогда-то я себя полюблю сейчас мне надо или куплю я сейчас себе кто-то вот шипоголиком становится покупает себе кучу вещей красивых все но почему-то до сих пор не любит ни один внешний нам какой-то момент до фактор не даст этой любви как только мы вот действительно там с теми же плюс 5 плюс 10 там 20 килограмм говорим но я себя люблю вспомните там себя маленькую возьмите фотографию свою детскую ну там такая милаха даже если она пупсик но мы же вот это чувство раскрывается внутри мы же его ощущаем вот словите его и это же я но я подросла ну я там тушку подрастила себе да ну тело свое да ну ну не знала я как надо про сейчас узнаю прости действительно да и начать но вот это чувство любви к себе она дает такой мощный толчок что действительно и уходит килограммы то есть я вот никогда не сидел на диетах но я никогда не отличалась стройностью но когда вот это пришло внутреннее состояние да я сейчас там не могу сказать что я там по всем стандартам да но я себе нравлюсь я нравлюсь себе да может быть я бы хотела там прийти еще каким-то может быть она мне уже сейчас оба комфорт это началось с того момента когда действительно вот у меня произошел инсайт я подошла к зеркалу я даже по усилам машине что-то причем это не связано было с телом это что-то вот какие-то дела не ладились или что-то такое было и что-то вот видимо мне так хотелось поддержки какой-то я просто посмотрела взглядом в зеркало игры да у тебя все пал первый раз мне произошел диалог самой собой агды ты вообще все у тебя у меня слезы на глаза от того что мы мы вообще у нас такой ресурс общения с самим собой посмотреть свои глаза не надо нам в принципе мы самодостаточны очень все у нас уже есть я обалдела вот от этого контакта с самой собой и конечно вот о чем горит лили подойти потом в полный рост а посмотреть на себя увидеть за этим телом нечто большую да вот больше кто я есть эту девчонку маленькую да там мальчишку который и это даст очень сильный внутренний импульс для того чтобы уже спокойно без каких-то внешних мотиваторов ходить спортзал правильно питаться и как раз делать из любви к себе не из недостатка не из дефицита что я сейчас пойду позанимаюсь и может быть кто-нибудь меня полюбит я сейчас люблю себя и благодарен своему телу я сделаю какие физические нагрузки причем это же можно делать очень легко то есть ты выбираешь что именно тебе нравится вот ну кому-то нравится железки кому-то не нравится так ты пойди делать то чтоб тебе нравилось конечно все превращай в то что тебе нравится то есть получается действительно описываете полюбив себя женщина просто живет в каком-то вечном празднике по счет праздника каждый день скажите а вот возвращаясь к отношениям женщины и мужчины я я так была что мужчина ничего не должен он добровольно понимать такой женщин он добровольность вот это действительно волшебство он добровольно все делает но добровольно мы же сами не захотим когда нас что-то иди сделай мы вот все делом лишь бы не делать нужно заставили когда это изнутри идет а у мужчины если он мужчина у него тоже свой набор качества у него есть защищать добывать это изнутри происходит и если женщина она просто вот создает это пространство где мужчина раскрывает свои качества он добровольно это все реализует свою теорию так скажем да говорю да что вот это пространство где они добровольно туда пришли создавать семью да то есть они еще и в этом пространстве раскрывает лучшие качества то То есть и он может в этом пространстве свои лучшие качества раскрыть, и она. Мы все можем, бываем бяками, да, бываем буками, бываем милашками, да, у нас у всех свето есть. Но именно вот когда добровольное происходит, почему и не уходят люди, и нету зависимости, не надо ничего манипулировать, потому что он обалдевает, и женщина, ну, классно мне, я могу здесь раскрываться именно с лучшей стороны, и это, ну, каждого радует. Когда мы добрые дела делаем, нам же хорошо, да. То же самое, когда мы себя в лучшем каком-то качестве проявляем в мире, нам тоже как-то вот хорошо становится, это естественное какое-то состояние. Поэтому вот, мне кажется, все на добровольной воле должно происходить. Ну, я знаю, что вы работаете много не только с женщинами, но и с парами, и вот что касается супружеских пар и так далее, конфликтов в паре, конфликтов в семье и так далее, от чего это зависит? Вы опять скажете, что женщина во всем виновата. Нет, она не виновата. Почему? Это же все индивидуально, да, то есть достаточно сложно абстрактно, конечно, сказать. Очень интересная мысль, которая мне очень понравилась, что женщина очень многое вас ждет от мужчины. Вот эта вот фраза «ты должен», по сути, она не должна. Я вам сейчас расскажу очень интересную, да, вот, что я понаблюдала. Все-таки я занимаюсь женщинами, к нам приходят женщины, которые, ну, действительно, это нужно же дойти до курсов, это же нужно созреть, это деньги нужно оплатить. Это действительно люди, которые занимаются своим каким-то там развитием, да, женщины в данном случае. И бывает из этой категории такие женщины, может быть, кто-то себя узнает, да, и кто-то, может быть, сталкивался. Они говорят, вы знаете, я такая вот молодец, она себя уже любит. Она говорит, я, значит, туда хожу, я это уже прошла, я то-то-то-то, а он, а он на диване лежит, он ничего не делает, я вот ему говорю, ты почитай эту книжку, ты вот это сделай. Я говорю, вы такая молодец, но вы не замечаете самого глазного. Вы, вот, когда мы занимаемся личностным развитием, да, там, занимаемся самосовершенствованием, ключевая все-таки идея ведь в том, чтобы принять себя таким, какой ты есть, и принять другого человека таким, какой он есть. А вот в той, как бы, позиции, которую женщина высказывает в данном случае, я такая молодец, а он происходит, что она начинает говорить, я крутая, а ты вообще никто. Ну, по сути, да, я знаю лучше тебя, как жить тебе надо, ну-ка, почитай вот этот, там, лектор вообще классный, он тебе поможет. Получается, мужчина, думаю, она знает лучше, как мне жить. Она нарушает, она, получается, что все знания, которые она впитывает, в принципе... И она не за мужчиной стоит. Она не впитала эти знания, она искажённа. Нужно принять вообще личность каждого человека и позволить ему так же, как и она, ей хочется, она это делает. Почему кто-то должен что-то ещё делать так же, как она? Её личный путь она может пройти, ну, сама, и, возможно, он состоит в том, чтобы действительно пойти получить знания у кого-то. У мужчины зачастую... Пусть лежит на диване. Не то, что на диване. Мужчина, если вы их послушаете внимательно, а я это наблюдала не раз, и женщины мне это рассказывают, тоже, когда приходят к нам в клуб, она говорит, я, значит, только книг перечитала всё, а он мне эту истину просто так глаголит. Почему? Потому что женщины земные, все знания, они из небес. Ну, я уж так буду говорить такими фразами высокопарными, ну, чтобы более-менее так прояснить, да? И женщина, она земная, и ей не хватает этих знаний, там, вот, о том, как мир устроен, как вот эта вот мыслеформа. Почему у нас всё время тесты, да, мы постоянно идём эти психологические всевозможные? Им не хватает. Мужчина, он как сын небесный, ну, вот, вот, женщина-треугольничка, она вниз, мужчина смотрит вверх у него, направо. Он уже подключён, у него знания эти приходят, он внутри, у нас, на самом деле, тоже есть внутри, да, но нам надо вот как-то вот походить, поискать это. Мужчины, на самом деле, они безумно мудры. У них эта мудрость... Абсолютно все, без исключения. Ну, если их не затюкали там в детстве или ещё что-то, то, в принципе, у всех это есть. И вот какая женщина попадёт, почему мы говорим, что с одними, да, вот, женщинами мужчина прям и щедрый, и у него там в гору всё пошло, а вот с другой, что-то он как-то и скудный, и грубый, и что-то... Всё это отражение, то есть женщина. А в мужчине всё есть, да и в женщине тоже. Просто если же каждая выстроит вот грамотное вот это вот то же самое пространство, да, почему я говорю, что не искать надо мужчину, а заняться собой, подготовиться, встретиться с ним. Когда он откроет дверь, она уже готова, понимаете, и он почувствует, да, это достойно меня женщина. Мы же хотим с достойными мужчинами быть. Несомненно, несомненно, но... Ну так надо готовиться. Всё равно я вижу некоторую несправедливость здесь, потому что вот получается, что мы должны работать, заниматься собой, любить себя, всячески изучать психологию, отношения и так далее. А мужчина знание уже получил, сам по себе он и так красив. И чем должен, опять-таки слово должен, не подходит к мужчине, чем вообще занимается мужчина, помимо того, что он уже и так всё знает? Вот его роль, его основная роль. Реализует это, его задача побеждать, что-то новое достигать, да, создавать, то есть вот бизнесы вот он создаёт, да, ему... Женщина творит, ей творчество интересно, она как бы... Для мужчины важны определённые цели, да, достигаторство вот это. То есть ему не важно, то есть вот нам же важнее, вот как это сделать. Может быть, я буду, да, сам процесс получить удовольствие. Мужчине, в принципе, вот так он пойдёт, вся главная цель достигнута, результат есть, всё, кайф. Ну я уж, опять-таки, утрирована, да, естественно, что есть нюансы, и мужчины тоже очень трогательными бывают, и чувства у них есть. Но ещё вот интересно, да, вы задали, я вот помню, что вот женщина очень эмоциональна, мужчина не очень эмоциональный, да. И вот если вы говорите, что, какую функцию, если будем так говорить, он несёт паре, одно из таких является это спасти женщину от её эмоций, по сути. Потому что, потому что, ну вот она очень эмоциональна, если она вот совсем уж раскрылась, вот эта вот всё женственность, да, то есть вот всё, цветочки, тут хоп, грустно стало, то есть вот она вся такая, понимаете, и у неё куча, ой, тут начальник накричала, там, я не знаю, и она вот приходит, мужчине всё это выговаривает, да. Необходимо, конечно. Мужчина что делает? Он думает, ну увольняйся, если ты увольняйся, она, да и тогда, ну вот у меня тут ещё проблемы с этим, с другим, начинает. Если мужчина ещё слушает, да, очень много же мужчин они не слушают, ему говоришь, 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 всё равно что состенкой, да. Да, а у него, ему кажется, что ему надо решить вопрос, потому что у него так это работает. Но если посмотреть в суть, да, то есть что происходит на самом деле, женщина важна, она её раздирает от её эмоционального, там, не знаю, позитив это негатив, но это эмоциональность, у неё повышенная шкала эмоций. У мужчин пониже, потому что ему по жизни, почему так природа создала, ему по жизни надо пробиваться, ну как бы пробивая, достигать. Если он будет, о, скала такая, как на неё забраться, да, ему, ну как бы, сложнее будет, ему как бы, он так, так, есть скала, у него более рассудительно, всё. Поэтому природа всё очень, как бы, грамотно заложила, да. И когда вот встречается вот эта вот суперэмоциональность и такой очень стабильный, да, эмоциональный мужчина, он её спасает, она ему выгружает. И если он чётко, ну, как бы, достойный мужчин, который тоже знает, что не надо женщинам в этот момент, там, решать какие задачи, просто важно сказать, всё будет хорошо, ты у меня самая-самая, ну что я должна, ну что ты хочешь, да. То есть, и вырабатывается это, ну, очень гармонично и естественно, то есть это происходит. И тогда вот идёт уравновешивание. А благодаря этой большой повышенной эмоциональности у женщин, мужчина благодаря ей понимает, что, о, например, они идут по дороге, и тут цветы. Он идёт, они идут. Она говорит, слушай, цветы какие красивые. Он говорит, слушай, точно. А он бы и не заметил, у него вот круто, да. И женщина ему тоже своя эмоциональность, это не то, что бзик какой-то, да, это тоже не так просто природа сделала. Она благодаря, то есть вот этой эмоциональности, она помогает мужчине тоже увидеть эти краски, ощутить их, он тоже повышает это, да. Много же картинок в интернете разницы восприятия мира женщина-мужчина. Это действительно не просто так. И поэтому вот когда мы соединяемся, мы друг другу помогаем. Вы очень интересно рассказываете, и я вот всё время думаю, что на самом деле всё так просто. Просто? Всё невероятно просто. Почему же такое количество неудачных отношений? Постоянно люди наступают на одни и те же грабли, и разводятся, расстаются, рушатся семьи и так далее. Почему это происходит? Как вы ведь думаете? Ну, мне сразу почему-то пришло про ожидания женские. Да не только женские мужчины, мужчины же тоже ожидают от женщин, да. А она оказалась не такой, да. Потому что она изначально придумала образ, да, а потом началась. Да, они влюбились в образы, в картинке, и тут вот потихонечку Шора уходит, уходит и ходит. Ну и потом невозможно всё время ломать себя, всё равно вот это вот проявится естество, да, и человек такой, я вроде на другой женился, непонятная история. Кто со мной? Разочарование. Разочарование. Люди не оправдывают. Изначально неправильно строятся, да. Люди не оправдывают. Нет ожиданий, нет и разочарований. И потом ещё у меня такая вот, ну, пришла идея, что всё равно вот эта красная нить, о которой мы сегодня говорим, это непринятие себя и партнёра, когда они вот, ну, встречаются, да, они как отражатели друг друга, да, зеркала. И если мы, почему и важно себя подготовить к встрече, если мы хотим достойную? Ну, достойную так, это знаете, ну, я сейчас скачу, ну, анекдот, да, то есть поскакал мужчина искать вот самую-самую лучшую принцессу, там, и всё. Скакал-скакал, там, год-десять лет прискакал обратно там в своё село, он говорит, ну, что, нашёл? Он говорит, нашёл. Он говорит, ну, и что? Он говорит, ну, она принца ищет. То есть мы вот реально начинаем не с того. И, соответственно, если встречаются два таких, которые себя не принимают, да, и они начинают свои собственные тараканы, вот, они же ждут, что он меня спасёт. Объединяются тараканы и её, и вот так. Да, претензии вместо себя, это как отражатель, она на самом деле говорит себе, да, но они не думают, легче на кого-то свалить. А есть рядом близкий человек, чё бы нет, вот и началось. То есть мы же злоупотребляем вот этой любовью, да, близких людей, и именно с близкими мы себя ведём всегда красиво. Потом вот это чувство вины начинается, да. Поэтому, конечно, всё приходит вот в кругольный, да, вот это в главу угла, это всё-таки работа с собой. Когда тебе с собой хорошо, то, в принципе, и мужчины приходят именно такой. Спасибо огромное. К сожалению, наше время истекло. Да, мы там на одном дыхании, да. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня мы говорили на, на мой взгляд, достаточно животрепещущую тему для всех семей. Я не ошиблю, и однозначно для всех женщин и девушек. Мы говорили о том, как почувствовать себя счастливой, любимой и как полюбить себя в первую очередь. И у нас в гостях были лайф-коуч, организатор, ведущая тренингов для женщин Лилия Фомичёва. Спасибо вам большое. И коуч, хозяйка женского клуба «Мир женщины» Анна Аверьянова. Будьте, пожалуйста, счастливы. И, как учили наши гости сегодня, любите себя. Всего хорошего. С вами была Марина Хакимова-Гацимаэр. Разговор по чесноку на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова